Вот такая у меня получилась рыбка. Я ее еще тут посыпала укропчиком с балкона и зеленью чесночка. Знаете, она так немножечко разъехалась по тарелке, потому что много подливы. Я люблю, чтобы к этой рыбе было много подливы. Я ее делаю, как вам сказать, вот моя мама делала, она жарила рыбу полностью до готовности. А потом поливала вот этой подливой. Такой она стояла, застывала. Сегодня сделали, на завтра постояла, настоялась. Свекровь моя делала вот так, как я сделала. То есть она обжарила так с двух сторон рыбку, потом ее в подливу и протушила в подливе минут 20. В принципе, вкус особо не отличается. Я вот всегда делаю так вот, такой кисло-сладкий вкус. Еще немножечко я аджики добавила, тут острота есть. И поэтому, ну как бы, рыбка мне нравится такая. Почему я это вчера не смогла снять? Потому что рыба была теплая. Не люблю теплую рыбу. Я так ждала, пока она остынет. Ну, надо было уже то видео как бы выставить. Поэтому пришлось отложить это дело. Ммм, как вкусно. Если кто не знает, как делать, вы можете посмотреть, есть видео. Если вы пойдете в плейлист, советую приготовить. Там есть такое видео, как делать такую рыбу. У меня, между прочим, с этой рыбой связана такая, знаете, смешная история. В 80-х годах, когда я работала в отделе техники безопасности, нас посылали, там, любили послать в рабочий день куда-нибудь там в совхоз. Полоть буряки, собирать помидоры или еще что-то такое. Ну, я была в тот момент холостая. Мне было что-то лет 25, наверное. Или 26. 26. Подруга была у меня в отделе. Ну, и мы поехали. В колхоз. Поехали в колхоз. И я взяла, мама сделала такую рыбу. Я жила с мамой. И мама сделала такую рыбу. Я взяла в баночки покушать. А мы договорились, что поедем там, побудем немножечко, а потом удерем и с кавалерами поедем поотдыхать на Днепр, на природу. Ну, мы так и сделали. Покрутились там немножечко, там, что-то какой-то особой работы не было. Знаете, мне не надо твоя работа, мне не надо, чтобы ты мучаешься. Мы раз-два и убежали оттуда. Убежали, встретились со своими, так сказать, кавалерами. И на машине поехали на берег Днепра. И там сели покушать. Сели покушать и... Я достаю эту рыбу. И там еще у нас была закуска. Было там что-то, по-моему, горячительного понемножечку, там, наверное, грамм по 100. Хорошее было такое. Было тепло, это было начало сентября. У нас были купальники, мы там купались. Ну, а потом мы сразу так пришли, нам это покупали, все. А потом сели лишь покушать. И я достаю эту баночку. И один, так сказать, из наших кавалеров пробует ее, вот такую вот рыбу, которую мама делала. Я говорю, какая вкусная рыба. А я так удивилась. Ну, рыба как рыба. Мама всю жизнь такую делает. А знаете, вот когда ты живешь в семье, и ты привык к тому, что в твоей семье вот так готовят. Тебе это нормально и обычно. И ты не думаешь, что другой человек, он такого не ел. И для него это интересно. И он, знаете, так этой рыбке, к этой баночке, так это, присоседился. И ему так понравилось. И я тогда поняла, что мама готовит ее очень вкусно, эту рыбу. Ну, и это было, господи, 40 лет назад. Я это до сих пор помню, этот момент. Хороший был такой кавалер у меня. Мы, правда, с ним постричались какое-то время. Ну, так сказать, жизнь у нас с ним не сложилась. Но хороший был такой. Знаете, имел возможность поводить тебя по подсобкам, по магазинам и купить что-то там из подсобки. Я помню, туфли себе купила, еще какие-то там, какие-то вещи. Продукты к празднику. Так это было легко достать. В общем, очень много таких воспоминаний. То есть, ты берешь какое-то такое блюдо, и оно тебе навевает такие воспоминания. Очень это было интересно, это было для меня страшно удивительно. Вот я говорю, потому что ты всегда думаешь, что так как готовят у тебя дома, то точно так же у тебя будут готовить и, ну, кто-то, кто-то где-то тоже так готовит. А, ну, совсем. Смотрите, а теперь я вас пособлазняю. Какая хорошая хозяйка. Смотрите, такие сырнички со сметанкой. Ой, как вкусно! Это, между прочим, творог, который я как-то делала. Только не помню, когда я его делала. Ой, а какое-то видео. Я что-то снимала, я что-то готовила. Что я готовила? Я не помню уже, что я готовила. Ну, это, наверное, было уже больше недели назад. И у меня этот творог стоялся из йогурта. Тоже есть видео, как из йогурта сделать творог. И я его сделала и поставила. И он у меня там стоял, стоял, стоял в холодильнике. И я с ним ничего не делал. А потом, думаю, сегодня, да ладно. Наверное, я сейчас так себе сделаю такие сырнички. Знаете, у меня уже 5 часов. То есть я как позавтракала. Как позавтракала. И потом как-то мне кушать не хотелось. Ну, а потом вот эту вот рыбку. Тут я решила, так сказать. Отведать. Я сказала, кусочек хлеба у меня есть. А потом я думаю, то я сейчас из них сделаю сырники. Вот это из 700 граммов йогурта. У меня получилось творога. Такая маленькая, небольшая очень. Такая, ну, мисочка. Чешу. Я добавила сюда немножко муки. Потом немножко сахара, немножко соли, одно яйцо. Муки очень мало я добавляю. Практически, ну, так вот, чуть-чуть, чтобы связать это. И все. Потом пожарила сырники. Ой, я даже не знаю, какие они будут на вкус. Сейчас попробую. Знаете, я вам всем, кто живет Россия, Украина, я вам страшно завидую. Что вы можете пойти и творог купить в магазине. У нас тут его не делают. Ой, вкусно. Я так люблю сырники. Я бы их делала и так бы просто творог ела. Но только что, чтобы сделать сырники, нужно сначала сделать творог. Нет, сначала купить йогурт, потом сделать творог, а потом ты сделаешь сырники. Ой, как вкусно. Сметана здесь ничем не отличается от той, как была там у нас. Совсем ничем, я бы сказала. Тут абсолютно одинаковая. А знаете, кстати, интересно, я выписала в свое время журнал «Химия и жизнь». Очень интересный. Это был такой, как «Наука и жизнь», популярный журнал. Такой, знаете. И такой был журнал «Химия и жизнь». Очень интересный. И там были такие разные статьи, печатались. И вот там была напечатана статья про сметану. Вот казалось бы, да, все мы ее едим всю жизнь, с детства и всегда знаем сметану. А оказывается, и как-то, как это вот, оказывается, чтобы сделать сметану и какой-то такой продукт, что даже вы не представляете себе, как ее делают. Знаете, у нас там продавалось в Украине на рынке, типа, ну вот, сливки, да, потом сливки, вот это вот они, если там подошли, то просто сливки будут сладкие. Если там это прокисло, это будут такие кислые сливки. Ну и некоторые называли это сметаной. Нет, сметана, это такой какой-то особый продукт. Ой, надо почитать, пойти в Википедии, как его делают. У меня, правда, есть еще и советская энциклопедия, надо пойти в ней почитать, как это делает продукт. Это очень такой интересный продукт, и у него какой-то там свой способ его приготовления. Такие продукты, которые, казалось бы, ты знаешь, в своей жизни, они оказываются совсем другие. В общем, я вам подала идею, ой, что-то у орли там, зацепила. Я вам подала идею, что приготовить сегодня, можно рыбки приготовить, томати, ну, у кого есть такая возможность, а можно приготовить такие сырнички. Ой, так вкусно! А я сейчас пойду с этими тарелочками, сяду возле своего компьютера, и так хорошо, хорошо это, покушаю, и будет мне так вкусно. Ну, а мы с вами еще встретимся на кухне, на моей, и не только, и везде. Угу, пока! Пока!